привет ну сегодня вроде день как бы удался видите такая переменная облачность и солнышко есть и наша кисюня он гуляет не холодно а то неделю практически шел дождь и она все равно по улице и сегодня у нас такие текущие насущные проблемы загородной жизни значит у меня скважине надо подкачать мою грушу я раньше рассказывал что она прохудилась я ее подкачивал и и хватает где-то подкачки на месяц наверное ну до весны не дотянуло вот вытягивать я буду естественно когда уже нормальная погода будет потеплеет чтобы ее сменить потому что в яме там пространство нету ее там про прямо не поменяешь надо всю насосную станцию вытягивать ну а насос-то у меня явно в машине сейчас пойду возьму чтобы эту грушу подкачать вот правда не помню в какой у москвичей в лексусе взял ключи и те и те посмотрим сейчас лексусе скорее всего он наверно здесь у меня только у меня беда с ним случилось отломалась стрелка слетела защитное стекло от манометра и отломалась стрелка поэтому я не знаю какое давление и насос я другой не покупал возможно можно и манометр купить сменить вот ну я купил манометр отдельный он меня здесь в салоне лежит вот вот такой и я проверяю вот как накачивать ну сейчас пойдем будем качать не колеса а будем качать нашу грушу так вот наша яма я даже этой зимой не ставил утепляющий пенопласт вот и не включал лампочку для под дополнительного подогрева вот ну сейчас мне надо взять ключик открутить насос выключается вообще сейчас даже вам покажу как он постоянно кран только открываешь он же их выключил зажих выключился сейчас вы видите как это происходит сейчас смотрите как он работает и услышно вот он включился сейчас мы пишем сделаем напор вот вот как он включает вот так ну когда включишь на полную напор вот тогда он непрерывно в принципе работает сейчас мы открутим я уже здесь месяц наверное не заглядывал даже вот наша яма ой я сейчас буду весь в болоте ну что полезем аккуратно чтобы сильно не испачкаться здесь лага сырость но это как бы конденсат получается такая погода потому что здесь ниже уже сухо полностью вот а тут она то подмерзает то еще что то вот так ну что включим нашу лампочку еще вот вот она когда были сильные морозы поставил сюда увидите пенопласт между здесь вверх отделал вот и пенопластовую штучку а потом уже сам люк и включал еще лампочку у меня 40 ватт к а вообще-то можно и 20 ватт это две последовательные я включал и тепла вот этого хватает она в жизни никогда здесь не замерзнет она и так не замерзнет буквально меньше даже полметра последние вот и здесь вот кто не видел моя как говорится насосная станция вот там у меня скважина это система водоочистки бак для аэрации накопительный бак вот и вот это фильтра для очистки железа у нас было железо превышала 10 раз норму вроде бы уже не помню анализы есть и я построил вот такой фильтр вот и потом проверили бы стало как говорится в норме и даже по европейским стандартам они по нашим но жесткость воды естественно она не убралась у нас в два раза превышает жесткости и поэтому налеты остаются на всех краниках на всех остальных но как оказалось мы скважин уже выкачали вот ту воду выбрали где-то через полгода ну может около года не знаю вода перестала уже напрямую уже без фильтра вот этой очистки набирал прямо с глубинного насоса вот тоже было набираешь она на следующий день при контакте с воздухом там двухвалентное железо оно окисляется в воздухе до трехвалентного и становится ржавым а вот это уже через год работы я набрал вода чистая и стояла неделю она не ржавеет и заметили значит что в фильтре при промылке его обратную сторону тогда же такая вода шла ржавая ржавая я промыл раз по количеству литрожа чистый фильтр буквально чуть-чуть там желтенькое пошло второй раз промывал вообще вода чистая идет ну то есть железа нету и все получается эта система мне не нужна она только место занимает но еще надо может это сезонные вещи надо проверить еще и сдать уже на анализ воду без фильтрации сколько там железа если железо ушло то вот это мне и не надо надо ставить другой фильтр для уменьшения жесткости воды то вот моя насосная станция вот такая эти все она тут вот так и он там туда мне надо добраться с насосом и закачать а вот же что поменять грушу как я ее тут поменяю ну может быть развернуть открутить вот эти все болты можно сменить чтобы не вытягивать все это дело это возможно будет и проще так только перед этим мы выключаем и насос все остальное вот значит чтобы свет остался выключаем мы все насосы вот так мы перекрываем в дом воду вот так так как там сейчас все пространство заполнено водой и держится давление нам надо открыть спустить воду мы сейчас остаток спустим сюда у меня там дренаж 10 ведер щебенки там такой хороший дренаж ну что приступим пускай раз ну и все видите груша на 10 или там на 20 литров я не не помню уже насколько она здесь и там давно было их быть большое количество воды но она там есть явно но нету воздушного промежутка и получается что давление было воно такое сбросила и у и все вода бежит тут где долго быть воздух только вот качать получается очень неудобно непонятно как куда его поместить чтобы рукой это я буду очень долго качать может вот так вот слышите вон как булькает подкачал не знаю какое здесь давление но мне надо спустить оттуда в воду потому что весь баллон был заполнен же водой сейчас мы думал отсюда побежать это я накачал и уже бежит намного дольше чем тогда я открыл кран и качаю вот уже не вода уже воздух сюда проходит все значит мы кран перекрываем накачаем и воздух будет без груши сверху баллона держаться подкачал вот и сейчас мы проверим какое здесь давление так сбрасываем его на 0 ну практически одна атмосфера наверно 0 9 или 0 8 думаю достаточно я точно не знаю сколько надо ну и все в принципе все краны тут закрыты сейчас я включаю насос и он должен накачать вот он уже работает долго набирает воду туда потому что там воздушная подушка хорошая вот видите а тогда он джик и выключился и сейчас можно глянуть сколько здесь он держит атмосфер так не темно и я без очков даже и не вижу в принципе отрегулирован был нормально давление создавал нормально все как бы все нормально открываю я подачу в дом воды все ну в доме краны все закрыты так что все нормально он не включился и теперь уже есть запас воды здесь по крайней мере литров 10 закрываем нашу яму все все и сегодня мне еще надо сменить газовый баллон для плиты вот он уже на исходе там и можно посмотреть какие какие языки пламени ну наверное не будет особо видно появляются уже довольно много языков красных пламени и чувствуется запах уже немножко ну когда баллон заканчивается там остается на дне газолин или еще что то такое самая тяжелая фракция потому что это не чистый пропан и вот у нас здесь находится баллон здесь к нему надо добраться это у нас мусорное ведро для пищевого мусора и пакет для пластика кульков видите которые мы вывозим а пищевой мы выбрасываем на огород у нас там есть место оно перегнивает и как удобрение здесь увиты моющие средства разные так это мы сейчас все отставим чтоб нам добраться до нашего баллона так здесь тяпочка вот это у нас котячий корм здесь разного вида есть так это мешки и вот наш ключик и сейчас мы его достанем ключик у меня тут всегда под рукой лежит и сменим но сначала я принесу у меня в погребе стоит еще один полный заправленный баллон у меня их два таких на перемену но нам надолго его хватает я не знаю когда мы меняли месяца три наверное довольно хватает намного это если бы тут только газовая плита да и все если бы духовка была газовая тогда да расход газа там громадный такого бы баллона не хватило но духовой шкаф у нас же электрический вот целый баллон и сейчас мы его поменяем ну что открываем и проверяем ну все сменили этот баллон на заправку вот у нас есть вот а нас ну Продолжение следует...